Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа», потому что вторник, День добрых дел на Радио Болтком, и «Зелёная лампа» – это та программа, которая помогает людям решить их проблемы с болезнями. Сегодня ведут и Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья в студии – режиссёр Лайма Жургина. Это классик латвейской кинодокументалистики. Более 20 лет она отдала Рижской киностудии. Она сценарист более полусотни документальных и художественных фильмов. И автор более 100 киножурналов о жизни Латвии. И, в общем, сейчас у неё очень много есть. Есть новые проекты, есть идеи. И мы сегодня будем, Лайма, с вами говорить об искусстве кино и о жизни. Да? Здравствуйте. Добрый день. Лайма прорвалась к нам через дождь, и практически чуть ли не буря тут была, да? Сейчас немножко утихла. Но вот это было непросто приехать в студию. Мы очень рады. И напоминаем, что каждую неделю мы помогаем какому-то ребёнку, родители которого обратились за помощью, чтобы оплатить ему лечение. И на этой неделе это трёхлетний мальчик Валтер Пливда. У мальчика аутизм. И три годика ему исполнилось вот в июне только что. И мама Александра обратилась за помощью для оплаты курса специальное такое нейрологическое лечение по методу Анат Банюэль, метод АБМ, со специалистами из Нидерландов. Эти специалисты Юдит Симон и ещё из Нидерландов её коллеги приезжают сюда, когда несколько мамочек таких специальных детей с проблемами в развитии обращаются, собирают деньги. И тогда вот этот курс здесь в Латвии они проводят. И наш телефон 93006384 подключен к счёту в благотворительном фонде BeOpen. И за неделю мы надеемся помочь Александре собрать для маленького Валтерса эту сумму. А сумма 3500. То есть это вот 3500 – это те деньги, которые могут изменить к лучшему жизнь этого малыша. Очень симпатичного, замечательного. Мы с ним встречались, и чуть позже вам об этом расскажем. А в студии у нас режиссёр Лайма Жургина. Лайма, вот вы снимали фильмы о людях, которые составляют гордость Латвии. Это Марис Лепа, Раймонд Паулс, Оэр Вацетис, Иммон Зедунис, Джеммас Кулмы. То есть это такое достояние республики. Цвет, цвет просто, да. А вот вы сами выбирали героев? Или это был заказ студии? Или это какая-то судьба истечения обстоятельств? Нет, это в основном мои заявки, мой выбор. Потому что когда я начала работать после ВГИКа, то снимали в основном людей, которые были в солидном возрасте. И как-то мне казалось, что надо людей снимать, когда они в расцвете сил. И поскольку я из такой художественной среды, то я решила, что это мой садик для обработки. И я понимаю этот процесс. Он, конечно, тоже схожий с процессом создания фильма. И, конечно, я от этих людей очень много получила сильных впечатлений. И считаю их тоже своими какими-то учителями в некотором смысле. И каждому из них надо было искать какой-то свой подход, потому что они очень разные. И иногда быть, ну, в принципе, надо быть на их уровне, чтобы с ними наравне говорить, чтобы понять их сущность, чтобы в короткой форме выразить то, что существенно. Потому что когда началось видео, тогда была такая радость от того, что нет лимита пленки, что можно снимать бесконечно, а потом из-за этого ничего нельзя смонтировать, потому что замысел и отношение к жизни другой. Поэтому кино очень дисциплинировало, и надо было заранее иметь уже очень чёткое представление, что как-то. Что ты хочешь, да. А кто вот из ваших героев вас больше всего поразил чем-то? Вот они все личности, безусловно, это история страны, да? Да. Я не знаю, даже не поразил, но отношения со всеми складываются очень, конечно, положительно, интересно. Самый трудный из них по характеру был и Манзедуанс, потому что он такой шершавый, и такой, один момент он, как сказать, кидается на шею, а в другой момент он говорит, что ты из меня хочешь сейчас сделать? Петуха Крустенча, ты из времена землемеров такой карикатурный персонаж, который много говорит и всех получает. Ну так, нет, ну совсем интересно. С Марисом мы потом, ну, контактировая в течение всей его жизни очень... А он первый был, да? Он, это моя дипломная работа. Вот как. Да. А вы недавно на своей страничке в социальной сети сделали пост о Марисе, и там было много очень таких трогательных комментариев. То есть с Марисом у вас сложились дружеские отношения потом? Да, да. Ну, конечно, он жил в Москве, я в Риге, и у него... Но я периодически приезжала в Москву, всегда мы встречались, и потом мы встречались, когда он уже работал в Софии, в Болгарии, и потом в Риге. Но как-то после ухода с Большого театра у него, конечно, сложная жизнь была очень, да. А правда там вы ещё сказали, что он не только был потрясающим танцором, но он и рисовал, и хорошо пел. Да, он скорее лепил, у него скульптуры. Он пел, да, я была на вечере в театральном обществе, в самом центре Москвы, там около Пушкинской площади, он выступал. И, ну, да, он такой всесторонний был. И я как-то в этом же... После я упомянула, что вот то, что скульптура, которая у оперы, это не соответствует его сущности, потому что мне кажется, что эти люди, которые делали, они не знали, Марис, это просто формальный, такой бездушный, ну, такой образ. То есть вы, когда проходите мимо оперы, вас эта скульптура не греет? Нет, абсолютно нет. Потому что я знаю, что и были другие замыслы, другие варианты, там Андрис Слепа и Илзе, они хотели тоже другое. Но дело не в том, что они что-то другое предлагали, но просто, по сути, ну, скульптура тоже имеет душу, а этот, скорее, не имеет душу. То есть это такая, как схематичная очень, да? Да, 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 это копия одной фотографии, она у меня тоже такая есть, ну, поза просто, да. Ладно, я не хочу быть слишком критичной, и люди старались, хотели, но можно было сделать лучше, да. А как вы, вот, вы снимаете фильм, а потом ждете реакции вашего героя? Когда он видит уже смонтированный материал. Как это все? Все были довольны или были претензии? Нет, те все были. Были довольны? Да, нет, ну, понимаете, но я некоторым просто показывал материал в ходе съемок. Некоторые просто ожидали, может быть, что-то другое, но результатом остались довольны. Вот, Пауз приходил с Ланой, потому что она главный консультант у него. Да, никаких таких неприятных отношений не было. Я знаю, что у моих коллег бывали такие капризные герои, что... Ну, как творческие люди, понятно, что... Да, но мы как-то очень хорошо ладили. Вот, например, с Ояром Валцетисом, там была такая сложная ситуация, что освободилась возможность одного 10-минутного фильма. И главный редактор знал, что я предложила фильм о Зидонисе. Он говорит, что Зидонис подождет, сейчас надо сделать оваций. Вот это был такой случай, когда надо было воспользоваться, тем более, что он был такой не очень удобный человек для властей. в то время, и как-то надо было воспользоваться, потому что ему дали премию. Какой это год был? Это 77-й, 77-й. Ну, самые такие годы, да. Да, да. И я думаю, 10 минут, ну что, Ояр Валцетис, это уже один из духовных лидеров, и как за 10 минут. И я звоню ему, мы не были лично знакомы, я говорю, вот так, так, вот планы сделать фильм. Он говорит, ну, просто самое неподходящее время, потому что у меня в доме капитальный ремонт, я сам собираюсь взять палатку и пойти напротив парка Аркадия и там пожить. Ну, мы так рассмеялись там, и мне надо было придумать что-то, как быть. И дело в том, что, ну, я решила, что мне надо действительно сделать такой концептуальный фильм, что там нельзя наблюдение, какие-то репортажи и так далее. Это просто не вложится в эти 10 минут. Я, конечно, очень внимательно прочитала в хронологическом порядке все его сборники, поняла, на каком-то был очень резкий такой перелом души и взглядах. И, ну, сделать такой, даже план, режиссерскую разработку с рисунками, как я это представляю. Да, и оператор у меня был тогда еще молоденький, Юрий Спутникс. Вот как. Да. Так что я о нем тоже могу что-то рассказать. У него в декабре будет юбилей. Но мы втроем в Алте этой сподной Аксея мы на съемках этих резвились, как школьники. Вообще было очень смешно. Вспоминать хорошо сейчас. Да, очень хорошо, да. И мне казалось, что поэт это же тоже такой человек, который ремонтирует мир. И таким образом вот этот капитальный ремонт там где... Обыграли. Обыграли, да. Да. Ясно. Мы хотим напомнить, что Лайма Жургина сегодня у нас в гостях. Это режиссер, это легендарный человек для латвийской... Не надо, не надо. Да, пускай мы скажем правду для латвийской кинодокументалистики. И она сегодня нам помогает включать зеленую лампу для малыша трехлетнего Валтера Плиюде. У Валтера телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек. Всю неделю будет работать для трехлетнего Валтера, потому что ему нужен, очень нужен сейчас курс специального нейрологического лечения по методу АБМ. Там случилась такая история, что мальчик заболел через год после рождения, стали проявляться отклонения и нарушения, и он вдруг потерял все навыки, которые он уже приобрел к этому моменту. Он перестал говорить слова первые. Регресс, мама говорит, то есть мальчик, он говорил, бегал, общался, собирал пирамидку, играл в кубики, и потом ему сделали прививку, одну от энцефалита. Мы не можем так связывать, но вот это вот совпало. Я не говорю, что это связано. Потом сделали комплексную прививку, после которой у него вдруг несколько дней держалась температура, да, и потом вот, когда все стало хорошо, через какое-то время мама стала замечать, что пошел регресс. Он не понимал, как играть с пирамидкой, он не понимал, что такое кубики, он перестал разговаривать, он перестал смотреть в глаза. И ушел в какой-то свой мир. Он стал закатывать истерики. В общем, вот эти вот три года семья пыталась выяснить, что это такое. Прошли все обследования, обследовали все, что могло давать вот такую симптоматику, ничего не нашли. Вот в тот день, когда мы к ним пришли, они как раз вернулись от комиссии, комиссии, которая поставила ему, нас до трех лет не ставят диагноз, аутизм, расстройство аутического спектра. Это очень широкое такое понятие, аутизм, он очень по-разному проявляется. Ну вот в данном случае вот у этого малыша такой вот уход в свой мир, он пытается что-то говорить, очень-очень много лопочет и говорит на своем каком-то языке, не глядя в глаза. Вот если вы посмотрите на публикацию на сайте MixNewsLV и на фейсбуке в зеленой лампе в рубрике, вы увидите, это очень симпатичный ребенок, чудесный, у него открытые широко глаза, это просто картинка, а не мальчик. А вот так вот он не смотрит в глаза, если в жизни. И ему очень помогла реабилитация, которую родители уже один раз провели по этому методу ЭБМ. Оплатили сами, вся семья собралась и сейчас были действительно очень хорошие результаты. Он перестал, он начал спать, начал есть, он перестал закатывать вот эти безумные истерики. Ну вот родители аутистов, они знают, что это такое. Это очень тяжело. И то есть этот метод ЭБМ работает, и вот это вот из Нидерландов специалист Юдит Симон, которая приезжает, она в детскую клиническую больницу приезжает, и там собираются мамы таких особенных деток и вот реально помогает. Наверное, не во всех случаях, но есть вот такие случаи в этом спектре аутическом, когда очень хорошо работает этот метод. И телефон, напоминаем, что телефон 930-6384 работает для маленького Валтера. А сейчас у нас небольшой перерыв на рекламу. Через 2 минуты мы продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Напоминаем, что сегодня наша программа помогает трехлетнему мальчику, трехлетнему малышу собрать деньги на курс нейрологического лечения, потому что у него проблемы «Аутического спектра». Телефон 930-6384. А в гостях у нас режиссер Лайма Жургина. Лайма, вот в данный момент вы работали, когда была пандемия, у вас был проект, вы работали над полнометражным фильмом «Я вижу». И тема это люди с частичной или полной потерей зрения, то есть слепые и люди плохо видящие. «Можно я вас поправлю?» Это была идея и снимали мы прошлым летом, не в этом году, а в 2019 году. Потом я подала заявку «Култур капитал фонд» на то, чтобы развить этот проект, потому что все имеет какие-то нуждаются в ресурсах, чтобы исследовать все, собрать информацию, написать сценарий, но получила отказ. И просто конкурс есть конкурс, наверное, были темы поважнее или актуальнее. И конечно я приостановила работу, чтобы понять, как мне существовать, я же не могу подавать надежды, а потом не сделать ничего. А кино имеет все-таки большие сметы относительно. Так что я лично оплатила только эти 2-3 съемки и больше я не могу просто. У меня нет таких рассуждений. это очень жалко, потому что это очень важная тема. Вот даже в нашей программе наши радиослушатели наверное даже помнят в ближайший какой-то обозримый период мы помогали таким людям. У нас Анна Дубовик, девочка слепая от рождения, при этом она играет на флейте, на пианино и написала магистрскую педагогическую работу о преподавании музыки незрячего Простите, я вас прерву. Вы не должны меня убеждать, я уверена, что это тема, которая ну общечеловеческая и очень интересные ситуации или материалы. Например, в Петербурге есть группа слепых алпинистов, которые собирались в этом году в Японии и восхождение на Фудзи. Нереально просто. На Фудзи-яму. На Фудзи-яму, да? Да. И, конечно, очень много такой информации приходит, но пока не будет у меня продюсер, который обеспечит эту финансовую сторону, чтобы можно было снимать и снимать не только в Риге и в Латвии, но я не могу дальше. Так что сделаем отдельную передачу. Давайте сейчас все пожелаем вам очень сильно эту энергию куда-то запустим, чтобы этот проект состоялся. А мы вам подскажем героев. Среди героев нашей программы есть потрясающие люди. Я тоже знаю и девушек, которые занимаются музыкой, которые занимаются в университете и есть не будем говорить о всемирно известных музыкантах. Мне кажется, что это очень сильная тема, но я говорю, что я нуждаюсь в сильном продюсере. Я не могу все потянуть, потому что это не локально, это действительно что-то очень серьезное. Так что если с помощью вашей передачи найдется какой-то энергичный человек, который может руководить этой финансовой и организационной стороной, то я свои возможности объединяюсь. Будем рады. Сейчас задумываем и пожелаем вам. Лайма, а в прошлом году у вас состоялась премьера фильма, который такой нашумевший очень фильм был, даже очереди стояли в кинотеатрах. Коза восходит в небеса. Это такой, говорит, небывалый факт, что стояли очереди в кассы. На документальное кино в наше время. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Это же необычный такой проект у вас. Ну, как бы вам сказать, в принципе это в какой-то мере автобиографичный фильм. Это люди моего поколения в основном это ну в 60-е 70-е годы это какие-то непокорные молодые люди экстравагантные и непослушные. А ныне это классики латвийского латвийской литературы их культуры и так далее. Так что можно проследить жизнь человека от юношеских иллюзий, мечтаний и каких-то планов и уже в таком возрасте, когда можно делать оценки какие-то выводы жизни. Так что ну вот есть параллельный такой интерес во всем мире. Вот в Эстонии сделали фильм советские хиппи. в Лондоне был музей Виктории Алберта была большая выставка о шестидесятниках. В Москве тоже есть такое понятие, да, потому что это был какой-то время солнечной активности. Взлет какой-то во всех смыслах. Во всех смыслах, да, и во всех видах искусства, и в поэзии, и в кино, и все самые сильные картины до сих пор не превзойдены, да, там Мепеллина Бергман Тарковский и так далее. Вот тоже задумка или замысел он не существовался полностью, ну как это нередко бывает и по тем же причинам потому что я задумывала так, чтобы с каждым из этих героев ну побеседовать, просто получить какой-то грак судзи, как это называется, отдачу какую-то. Да, ну просто такой откровенный разговор, а потом на этом строить еще и кинообразы. Но до этого просто я все время как бы не понимаю почему, но получаю какой-то отказ от тех, кто занимается бюджетом. Правда, этот фильм пару раз поддержал Культуру Капитал Фонс небольшими суммами и на этом и несколько частных спонсоров. То есть это знаковые люди, да? Вот знаковые люди среди героев. Кто эти классики? Ну я не знаю, но всем нравится им Ант Лансман. Это человек, который восстановил Рундулский замок, который очень знающий человек и такой истинной культуры и глубоких знаний. Вот и просто ну там в фильме видно в каком состоянии вообще был этот дворец. Там была школа, там после войны хранилось зерно на этих паркетах и ну и это просто работа всей жизни. Потом ну Иман Калнынч, любимый всеми нами композитор, до сих пор работает, тоже знакомый очень давно с ранних студенческих лет. И все они были хулиганами, да? Ну такими вообще не совсем хулиганами, я начала говорить, что есть фильмы про хиппи. Меня эта сторона такая внешняя не интересовала. Меня интересовали процессы в мозгах у людей. Бунтари. Да, бунтари. И они не были политическими бунтарями, но они как-то искали форму художественную, интересовались, что происходит в мире, что было не так легко иногда, да? Что какими-то всякими путями получали литературу и читали там, я не знаю, Солженицына и Рожегороди и смотрели... Слушали Битлз. да, и слушали Битлз, конечно, да, но это то поколение Битлзов, да, можно так сказать. И многие из них просто родились во время или после или до Второй мировой войны, и у многих они выросли в неполных семьях, родители, или там отец погиб, или или уехал, или так далее. Ну, такое сложное время было, но потом вот с Хрущевской, вот теперь как будто выпустили Джина из бутылки, очень так проявились разные таланты, ну... Лайма, а вот в прошлом году был юбилей 100-летия в ГИКа, где вы учились, да, и вы там показывали этот фильм во время этого, да, юбилея? Вы знаете, нет, я фильм показывал в Москве такой музей предпринимателей и меценатов, там был просмотр, и мне было очень интересно посмотреть реакции, потому что ну, все-таки есть какие-то акценты, которые, может быть, смотрятся по-другому, а юбилей в ГИКа был, но там не было предусмотрено таких возможностей, ну, там был общий какой-то праздник, но все равно было интересно и приятно, да. Лайма, вот в этот фильм попали люди, знакомые вам с юности, которые сейчас, в общем-то, считаются классиками, да, в разных сферах латышского, латвийского искусства, а вот ваша мама Луция Жургина, она была известным скульптором, и наверняка вот рижане знают памятник Чаку в Зейдун-Дарсе, это вот авторство вашей мамы, и как-то вы упомянули в одном интервью, что Чак был другом семьи, и что вы даже его помните, то есть вы с какими-то классиками знакомы были прямо с раннего детства. каким вы его запомнили? Ну, поймите, что и сейчас ведь люди одного, ну, я не знаю, возраста, одного поколения, одной среды, они встречаются, и так же было и в нашем доме, и приходили Чакси, Судрапканцы, Яныс Гроци, Мирзотемпи, Ярви Джилынски, но это поколение моей мамы. И я уже помню, что, да, с Чаком такие два или три эпизода, что он изображал нам с Тамарой Грот, изображал лошадь на четвереньках, ходил вокруг круглого стола, а мы сидели у него на спине. Ничего себе! Где-то два-три года. Да, да, да. Потом уже позже это я уже помню отчетливо, он в какой-то момент со мной разговаривает, и там взрослые сидят, он говорит, вот, Лаймочка, когда я умру, то приноси мне одну розу на могилу. И все кругом, ну что, ребенка о смерти говоришь, и такие, какие глупости. И прошел год, и в феврале Чак умер от осложнений после гриппа. И я помню, что мама купила мне эту розу, и зал газеты Циньи на Блаумане там был, было холодно, темно, в этом зале был такой полумрак, и Чак лежал где-то на подиуме каком-то, и я вот с этой розой ходила и положила там. То есть просьба его? Да, так что он что-то предвидел. А почему вы не сняли фильм о маме? Портрет. Ну, да, это может быть как упрек. Нет, это просто интересно. Ну, мама вообще тоже, она училась у Карла Залла, автора братского укладывающего и памятника свободы. И закончила академию в сороковом году. Защитила диплом. И там поменялась вся политическая ситуация. Потом война, потом сталинское время. Действительно очень сложно. Я надеюсь написать такие мемуары. Надо, надо, потому что много всего было. Но очень это время ломало людей. И она была таким подающим надежду. какие-то специальные стипендии. Она получала все. И дипломная работа была трехфигурная композиция три с половиной метра. Меня всегда у скульпторов поражают вот эти размеры. И сохранились фотографии, где скульптуры. она со своими двумя студентами. И это было предусмотрено установить Саулы Старс. Это межипарк. Ну такой на работу мужчина, женщина и ребенок впереди. Трех с половиной метров. и во время войны она хранилась на территории Ивэфа в каком-то ангаре. И при какой-то бомбежке это погибло все. Жалко. Да. Так что ну про маму я напишу. Я надеюсь успеть. Ну будем ждать. Потому что это уникальная очень интересная судьба, конечно. И про Чака Чак тоже это не был предусмотрен как памятник. Это было на выставке портрет в граните. И Гунар Приеды, который тогда возглавлял союз писателей, придумал, что это ну по масштабу и по определенности, что это уже видно, что это такое, что он это его идея это превратить памятник. Потому архитектор Остенберг там делал этот архитектурную часть ну так, да. Мы хотим напомнить, что Лайма Жургинтана помогает нам сегодня включать зеленую ламбу для маленького трехлетнего мальчика Балтера, чтобы помочь ему выздороветь, потому что у него заболевание аутического спектра это очень тяжелая вещь. И вообще это история, вот мы главное не сказали о любви, потому что мы познакомились с его мамой, это замечательная чудесная мама, которая сказала нам очень важные вещи, да, то есть она конечно родители делают все для своего ребенка, чтобы как-то его вытащить из этой болезни, но она вот сказала такую вещь, что в какой-то момент было так тяжело, потом пришло понимание, что такие дети приходят не просто так, а приходят научить именно безусловной любви, да, то есть они настолько беспомощны, они ничего сами не могут, но вот этот опыт они дают родителям, как можно любить а просто любить, да, и вот это Саша, Александра ее зовут, красивая девушка, и вот она вот просто всю свою жизнь отдает ребенку, и мы надеемся, что с помощью, мы сможем помочь им собрать денежки на этот курс, и с помощью этого курса IBM терапии мальчик начнет говорить, вот это главная сейчас первоочередная задача, чтобы Валтерс начал говорить, вы можете его увидеть на нашей страничке зеленая лампа на сайте MixNewsLV и в рубрике «Зеленая лампа» на Фейсбуке, а телефон напоминаем 9306384, евро 42 цента за звонок, и спасибо вам за каждый звонок. Лайма, вот вы нам так интересно и красиво рассказывали об Александре Чаке, да, вот вы мастер документального кинопортрета, именно вот портретные вещи вам действительно очень удаются душевно, а гипотетически в идеале, вот если бы вам сказали, о ком бы вы хотели сделать вот такую вот портретную документалистику, вот выбирайте любого героя, из любой страны, из любого времени, там, Джона Леннона, Софи Лорен, Английскую королеву, вот какая-то персона, которую бы вы хотели бы как документалист раскрыть. Ой, какой сложный вопрос. Ну, во-первых, я всегда, как документалист, считаю, что надо снимать человека, который живет сейчас, потому что... Успеть запечатлеть его, да? Да, потому что, ну, я не знаю, о Моцарте можно сделать сегодня, можно было делать сто лет назад, и можно будет еще через сто лет. Поэтому вот это, как у нас иногда в жаргоне говорят, консервы времени, когда просто остается для потомков какая-то ой, забыла слово, свидетельство о конкретном человеке, его каких-то нюансах, особенностях, о том, как он говорит, как он ходит, как он в это время думает. И, например, о Раймонде я сделала два фильма. Один вот в 77-й год, это очень давно уже, а другой в 98-м году, который, как у нас говорят, остался на полке. Я сейчас его посмотрела, ну, я не про то, наверное, надо говорить, но там были такие проблемы технического характера. Мы снимали, и снимали не только в Латвии, мы были в Москве, и в Петербурге, и в Нью-Йорке, и так далее, но, опять же, у нас был спонсорский бюджет какой-то, не очень большой, и надо было, ну, как-то в минимальных условиях работать. И когда мы снимали, мы снимали во время концертов, и технические советники нам говорили, что можно просто камеры подключить к пульту, и все равно никакие микрофоны мы ставить не можем во время концерта. И мы так и делали. И там были технические проблемы со звуком. И сейчас я с интересом большим я положила на полку в какой-то момент этот пень, потому что технически надо было решать вещи. И очень интересно, там много людей, которых уже нет. Потом все эти концерты, даже киноконцертный зал России, который уже снесен, там были концерты Лайма, Вайкула и Пауза. И его концерты в Медисон Сквергарден в Нью-Йорке. Ну, я думаю, что, может быть, этот фильм будет как открытие. Давайте, мы будем его ждать. Лайма, к сожалению, вот у нас программа подошла к концу. Ужас, мы не поговорили о фильмах про... Ну, давайте, придется нам еще раз с вами встретиться. Придете к нам еще раз. Мы хорошую погоду закажем. Обещайте, радиослушатели. я хочу пожелать маме, родителям Валтерс, чтобы им все удалось и что растущий организм может ну, как-то справиться с ситуацией. да, и, конечно, вот таким детям нужна большая любовь. Да, это очень важно. И я надеюсь, что наше общество все-таки такое сострадательское и милосердие. Милосердие, да, потому что уже несколько раз знаю, что вот люди пожертвовали. откликаются. из небольших сумм собираются. Это правда. Спасибо вам большое, спасибо за рассказ. Мы надеемся, что мы продолжим вот эту тему, потому что у нас очень много вопросов осталось. Да, я просто хотела сказать про фильм «Гадкий утенок, дитя человеческое». Это там немножко другой уклон, да. Ну, ладно. Всем всего хорошего. До встречи через неделю.